Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу немного про молотки, их возможности и советы по использованию. Для начала возьмем столярный молоток или молоток с гвоздодером. Само собой, им отлично забивать гвозди, что в принципе делать можно любым молотком. Но этим можно их еще и вытаскивать. Ой, сломался. Не беда, просто загибаем сломанный гвоздь по 90 градусов и работаем дальше. А что делать, когда длина гвоздя не позволяет его вытащить, так как не хватает рычага? Конечно же, подложить какой-то брусок. Это все мне еще дед говорил. А что если нечего подложить? Тоже не проблема. История та же, что и с гвоздем без шляпки. Просто загибаем его стороной с гвоздодером и вытаскиваем. Вот, кстати, еще пример, где эта функция может пригодиться. Допустим, сбивая две доски, получаем с обратной стороны торчащий край гвоздя. Можно просто загнуть, но лучше забить его, забивая острым концом в доску. Тогда соединение будет прочнее. Можно это сделать пассатижами. А что если у нас молоток не столярный и нет пассатиж? Предлагаю немного прокачать его. Для этого надо сделать всего одно маленькое отверстие, которое и незаметно толком. Ставим сверло на 3 мм и включаем сверлильный станок. Можно это сделать и дрелью. И что мы получаем? Забиваем гвоздь, переворачиваем и вуаля! Загибать даже удобнее, чем предыдущими способами. А теперь хочу проверить интересный способ крепления молотка к ручке. Да, старый способ клином все равно самый лучший, но хочется проверить и другие. Для начала надо сделать отверстие в тонкой части ручки сверлом на 6 мм. Теперь от края отмеряю 50 мм и делаю разметку ровно по центру. Затем отмечаю на сверле 10 мм необходимую глубину, так как насквозь сверлить не надо. И делаю еще одно отверстие. А потом забиваю молоток на ручку. В последнее отверстие вставляю вот такой мебельный бочонок. А в другое отверстие вставляю вот такой, также мебельный болт под шестигранник. И предварительно надеты на него шайбы. И все это сильно закручиваю. Шайба должна быть шире отверстия для ручки в молотке. Выглядит интересно. Теперь надо укоротить ручку под себя. Сделаю я это вот таким способом. Хват с поднятыми большими пальцами на обоих руках. Это и есть идеальная для вас длина ручки. Отпиливаю лишнее. Кстати, подобные ручки продают в интернете за 800 рублей. Я купил свою за 35. Интересно, сколько бы она стоила с таким креплением? Теперь интересно проверить на прочность. Буду бить специально, не попадая на гвоздь бойком. Не сломается ли ручка? Друзья, на этом на сегодня все. Если понравилось видео, то поставьте лайк. Велосипед я тут не придумал, но все новое это забытое старое. А в комментариях, кстати, напишите, что знали, а что нет, что понравилось и что нет. Если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.